клево всем друзья сегодня я на новом для себя водоеме приехал половить на flat feeder карпов водоем интересный водоем интереса для меня полностью новый говорят в большом количестве не крупного до двух килограммов карпа и амура в большом количестве решил приехать попробовать поехали одно удилище я буду закармливать с помбом второе удилище закармливать не буду может быть иногда будут с рогатки постреливать пылики поэтому сначала делаем замес как раз для того удилища которое я буду закармливать с помбом так как сессия у меня сегодня короткая всего лишь до обеда мне нужно максимально быстро привлечь рыбу мне не нужно насыпать туда большое количество зерновых которые не пахнут не воняют она очень долго не собирается моя задача максимально быстро собрать пылью и ликвидами рыбу я купил в магазине пачку смеси зерновых вареных зерновых конопли там была вот такая крупная как крупная такая крупная была кукуруза зерночки конопли и я их перемолол вот в такую мясорубку вот это у нас будет основа сказать чуть-чуть специально пару жмей не кинул крупной фракции было чуть-чуть буквально а все остальное у нас молод а теперь сюда же мне нужно пыль сюда же добавлю сладкую кукурузу мелко фракционная смесь буквально в пол пачки больше не надо и сюда же добавлю более крупную фракционную смесь карп специи сильно специям пахнет у нас еще весна вода довольно холодная рыба еще малоактивная поэтому специи также пол пачки и немножко вареных бойлов буквально по десятки штук это у меня мед и третий фрукти буквально по десятку больше не надо нам нужно взбивать рыбу в первую очередь запахом аромой добавим немножечко сначала воды чтобы ссыпая смесь взяла влагу и начала раскрываться чуть-чуть медью и чуть-чуть сливы все смесь для закорма у нас готова сейчас буду мешать смесь для флэт фидера для кормушки я возьму практически то же самое я не буду использовать никакие специальные флэт фидерные смеси в принципе они особо не нужны обычный прикорм который используется фидере которую мы ловим карпа на фидер точно также работает отлично без всяких напрягов и флэт фидере беру тут же кукурузу только смотрю чтобы не выпадались крупные зернышки которые я добавлял специально сюда же кукурузу мелкую и специи чуть-чуть многое прикормки не делаю по причине а вдруг она не пойдет а если будет нормально работать то повторим все то же самое у нас для этого все есть такая светлая прикормочка получается чуть-чуть водички прикормка начала набухать раскрываться и также чуть-чуть мидии в итоге основная у нас получится три запаха будет какой-то сильнее преобладать какой-то слабе кукуруза слива и мидии сейчас прикормка получилось очень влажной очень тяжелой но нам постоять надо и минут 15-20 чтобы она набухла подсохла и стала той прикорм какой нам нужно все прикормка для флэт фидера готова работать буду двумя удилищами первое удилище буду работать без закорма и второе удилище которое будет кормить с помбом в большом количестве его забрасывать буду вторым первое сейчас я подготовлю без закорма заброшу второе удилище после этого начну закармливать точку и только после этого забрасывать первое уже будет в бою стоять ждать поклевки сначала поставлю комбинацию мидия пылик и слива попап вот такой 14 пылик обрезал верхушку ему и возьмем оранжевый красивенький десяточку попабик также подрежем вот такая комбинация у нас получится нам вот такой снеговичок получился это не не Вот такая красивая, вкусно пахнучная вкусняшка у нас вышла. Ну что, первый пошел. Все, первый заброшен, а я начинаю кормить точку вторым удилищем. У меня вот такой вот китайский спомп в магазине в районе 200 рублей. Два сезона им отловил, отлично работает, среднего размера. Пошел. 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 Продолжение следует... Смонтажи делаю недорогие кормушки, литкор или плетеный шнур. Поводки у меня хранятся в такой поводочнице, разные крючки разного размера. Выбираем то, что на данный момент не хочется поставить. Крючок ставлю, соединяю петля в петлю, за ушко большое. Как соломушки поют. Продолжение следует... Вот такая вкусняшка, которая отправляется в путь вдаль в ожидании поклевки. Между перезабросами буду делать 10 минут, вот как раз второе удилище надо перезабрасывать. Видел, что на точке какая-то мелкая рыба постоянно ходит, и верхний ходит ходуном, один раз натянуло леску, бросили, это или подвесчик, или карасик зашел, или карпик и брать не хочет. Вот теперь, сейчас сделаю перезаброс, и каждые два перезаброса буду менять комбинации насадок. Размер насадок, размер крючков, подбирать то, что рыбе сегодня хочется. Все, 10 минут ждем, чтоб перезаброс сделать перезаброс, если не будет поклевки. За это время сейчас подключу чайку, и буду готовить разные комбинации насадок, чтобы пробовать подготавливать заранее. Если клев вдруг начнется, этим просто заниматься будет некогда. Все, оба удилища в бою, у одного заброса около 80 метров, эту точку я хорошо закормил. Вторая точка без закорма в районе 50 метров. Все, ждем поклевки. Рыбы на точке, немерено было, на одной и на второй. Несколько раз вытаскивал на крючках мелкую чешую от очень мелкого подлещика. Решил сделать вот такую черную смесь. Взял прикормку черный лещ, добавил ликвида сюда, чуть-чуть сливы и чуть-чуть лещ. Обе зарядил и буквально метра на три закинул в сторону вот тех точек, где они до этого были. И почти сразу получил по одной поклевке и поймал по карасику. Смотрим, что будет дальше. Возможно из-за того, что это предыдущая прикормка светлая, не хочет заходить на точку. Не знаю как карпнуть, вот карась, точно. Такой добрый карасик. Вот такой красавец. Мимо. Всего лишь сделал другого цвета прикормку. Карась шикарная. Но его приятнее было бы на классический фидер половить. Вот такой красавец. 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 Добрый, хороший карасик. Как положено, за нижнюю губу, красиво. Карасики, конечно, шикарные. Очень шикарные. Маленький лайфхак. Вот такая топталка. У меня, допустим, дайновская. Можно других использовать. Подходит практически для любых. Слойт кормушек. Пока разговариваем. Хорошая макновочка была. Самое интересное, даже не сопротивляется рыба. То есть даже вот эти карасики выходят настолько спокойно, без борьбы, без ничего. Вот смотрите. Это небольшая кормушка. Под нее подходит Престоновская средняя. Это большая. Престоновская. Это большая. А для нее подходит, которая маленькая Престоновская. Берем эту топталку. И все у нас отлично получается. Здесь можно не покупать кучи разных топталок, если у вас разные кормушки. Вот это вот как универсальное, под маленькие, средние. Ветер развернулся. И вот, пожалуйста, средний Престон. Средний. Берем эту же топталку. Чуть-чуть оп, разошелся. И все у нас поместилось. Отлично. Все готово. Отлично. Все готово. Так что, ребят, если вы ловите средними и маленькими кормушками, дреном или ее аналог, и без проблем обходитесь вот такой одной топталкой. Сначала даже совпать являлась. А потом перестала. Рыбалка, карась на флэк. В принципе, вот сейчас комбинации, где пылик мидия не было поклевки. А другие комбинации поклевки были. Чистый поп-ап сливовый. Поклевки были. Сейчас мед слива на этом зарядил. Поклевка хорошая была. Вот мимо. Мед со сливой. Поклевочка была. И вот сейчас смотреть. После поклевки идут, то меньше десяти минут. После перезаброса. Карпики, придите! Ау! Работаю с двумя удилищами. Это хайпро в старом кузове 13 футов до 150 грамм. Намотан у меня шнур. Я на флет ловлю всегда шнуром. В принципе, эти же комплекты, все же самые катушки и лески. Я использую при ловле на фидер. Все то же самое. Никаких изменений. Привязал флет кормушку или привязал обычный монтаж фидерный. О! Это он! Это он! Это он! Похоже! Или нет? Поклевка резкая, дикая. Сначала на сопротивление уже что-то было. Как будто что-то пободрее, чем карасик. Сейчас что-то есть, а что непонятно. Или это просто карасик бодрее стал? Сейчас не чувствую рыл. Хотя сначала ее чувствую. Все идет волоком. Ну и кто там? Кто там? Карасик. Хотя поклевка была очень на карповую похожа. И сначала дал джазу. Но потом сдулся. Вот такой красавчик. Это у меня удилище. Тоже хайпро. 12 футов до 80 грамм. Кормушка 45 флет. На дистанцию до 80 метров. Работает отлично. Вот на тупус поклевка была только что. Да. Тирась на точку входит. Притом на точках где кормил светлые прикормки только подлещик. На точках где в кормушку черную, тяжелую, там карась. Карпа и сазанчика, не амурчика пока нет. Будет ли неизвестно. Но может включиться. Если на фидер, на классическую поклевку, подсечку практически не делаем. Мы стараемся быстро стянуть рыбу. То на флет фидер мы наоборот рыбу сечем. Досекаем. Тузик просто тащится как дохлая рыба. Вот такие красавцы, но сопротивление при вываживании вообще не оказывают. В принципе, когда вот идет клев нормальный, поклевки, что карася, что карпа, через 3-5 минут после перезаброса это нормально. Но стоит потянуть, дольше не перезабрасывать, поклевки могут прекратиться. Кажись есть один. Похоже на карпика. Значит, ловил карасиков и начал заниматься поиском. А вдруг на еду. Похоже на рыбу сопротивляется. Начал кидать в разные места. Но так как у меня уже несколько точек поменял далеко, начал искать ближе к берегу. И вот третья поклевка. Под берегом он стоит. Нет его далеко. Нет его далеко. И вот под берегом, буквально на вторых перезабросах получаю поклевки. Небольшой, но это он долгожданный. Вот так вот. Начал искать именно поиском. Это то, что позволяет сделать флет. Когда ты можешь два перезаброса в одну точку поменять, два перезаброса поменять. Это когда ты недолго ожидаешь. И вот он первый красавец клюнул. Так что при ловле на флет никогда не надо долго ждать. Особенно когда уже начинает прогреваться. Таким образом вы просто упустите то, что рыбы нет. Получилось ловил в одних точках. С одной прикормкой. Был только подлещик. Поменял прикормку. Буквально сместился чуть-чуть. Пошли караси. Надоело. Начал искать. Перезаброс. Два раза по десять минут. Поклевок нету, в другое место перезаброс. И вот получил три поклевки, одну реализовал. Именно поиском. А вдруг найду его. Вот именно флет это отлично помогает ловить рыбу поиском. Если еще одна поклевка будет на это удилище нереализованная, поводок выкидываю. Караси реализовывается, а вторая поклевка карпа мимо. Самое интересное, что я знаю, что весной карпа надо искать под берегом. И уже не первый раз, делаю одну и ту же ошибку, ловлю его на дальнике. Пытаюсь ловить на дальнике. Иди сюда. Иди сюда. Вот, пожалуйста. Что там интересно, сейчас узнаем. Ну, бочная каратика, похоже. Понятно. Палка мощная для таких людей. Так, карася. Карася сечет карпальный, офигенно. Как положено, за нижнюю губу, прям посередине. Такой красавец. Так что, друзья, на самом деле флет это очень простая рыба. Все ее боятся, все намного проще, чем кажется. И флет позволяет именно ловить поиском рыбы. Ну, просто не надо дубинить в таких случаях. Если уж очень хочется, одно удилище дубиньте, а вторым ищите. Допустим, вроде бы нашли для одного удилища перспективное место. Все, им подубинить. Но вот тоже перебрасывать более чем 15 минут я не вижу смысла. А вторым ищите. И очень часто, когда рыба находится. А если вы поставили на рак поды, завезли, сейчас ждете. Может в метре быть от рыбы она не клюнет. Давай, давай, давай. Иди, иди. Иди, иди. Я тебя тут жду, дружок. Очень давно жду. А ты не хочешь. Сход. Ну что здесь, под берегом. Какая поклевка была. Настыдевшая карпова. Красота была. Оклянул карас. Бывает. Не везу этого. Вот такой красавец. Карпик, похоже, все-таки взял в конце рыбалочки. Давай, давай, давай. Тут еще клюнет. Давай, давай, давай. Ай, 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 ай. Ну, только не сходи. Только хоть и в этот раз ход. Давай, давай, давай. Боец, боец, иди ко мне. Иди, красавчик. Ну, надо сразу чувствовать, что не карась. Это не карась. Вот сюда. Обойди, обойди, обойди. Обойди, обойди. Сюда, вот сюда. Небольшой натузик. Давай, есть. Вот такой красивый. Ну что, друзья. Вот и закончилась первая флет рыбалка этого сезона. И все пошло, как хотелось, как планировалось. Планировался карпик, получился карасик. И тем не менее, я нашел карпика, подобрал к нему ключик. Получил пять поклевок. Две из них реализовал. Небольшие тузики. Маленькие. Плаки ложки. Благодаря тому, что на флет можно заниматься поиском рыбы, у меня это и получилось. Смотрите мой канал. Подписывайтесь. Ставьте класс или антилайки. Пишите свои комментарии. До новых встреч. До встречи на воде, друзья.